привет друзья подписчики моего канала просто зрители выбрался сегодня опять на дачу не хочу поэкспериментировать с казаном и готовый буду сегодня в нем рыбку сазанчики небольшие толстолобики и готовить будем рыбу горячего копчения но коптить я буду ее в казани что из этого получится не знаю просто ради интереса хочу провести такой эксперимент посмотреть вообще реально это сделать или нет то на youtube смотрю там что-то люди пытаются ну почему попробовать не попробовать тоже и уже сделать из этого свои выводы рыбки как бы много вся в казани раза раз не влезет но сделаем часть в казани а часть просто в шарабане и сравним результат где лучше чем хуже и вообще смысл съесть казани коптить или нет проверим думаю будет интересненько рыбку и сейчас рыбка с морозилки народ за ночь оттаяла сейчас я и почищу помою и будем подготавливать ее копчение ну и часа вот изобретать не будем просто делаем такой классического рыба горячего копчения просто что было вкусненько вчера тем более был день рыбака чем всех рыбаков и поздравляю именно рыбаков не рыболов день рыбового был 17 июня вчера был день рыбака профессионально наш праздник так что я всех мужики с праздником прошедшим ну а я иду чистить рыбу самая грязная неприятная работа как всегда это почистите остальное все мелочи еще ребят рыбу и почистил раздел помыл все чешую снял потому что заказали чтоб шкурка была съедобной обычная для горячего копчения стараюсь чешую не чистить ну поступила заявка от гостей чтоб шкурка была вкусная теперь еще делаем дальше здесь меня дежурный набор специй есть кориандр черный перец молотый мин зира там для тебя немножко сахара смесь розового перца и красного жгучего и немножко сахара теперь давайте подготовим рыбку дальше возьмем скажем вот этого сазанчика это пока уберу и смотрите по шкуре не до мяса не до костей вот от спинки до рыборщик сделаем неглубокие ну примерно вот 20 сантиметра надрезы расстояние для чего для того чтобы специи сейчас времени у него мало надо было заранее эти вещи делать но я с работы и просто бы не успел об кости и режем иначе мы их перережем и будет очень сложно есть будет целая куча мелких косточек а так мы отрезаем шкуру специй туда хорошо попадут наши и все будет замечательно и здесь то же самое лучше видно да вот небольшие надрезы до косточек косточки мы не прорезаем не надо их мельчить кости эти рыбы горячего копчения косточки хорошо вытаскивается без проблем я прям ножом вижу и чувствую к косточкам похрустка дальше берем соль муки тут крутятся уже слегка присаливаем эти соль попадает отлично в разрезы брюшко раскрыли присолили ничего сложного фонус на нету головы сказали тоже оставить я бы их отрезал если для себя готов так ну все вот одна рыбка посолена теперь давайте сделаем эту с розовым перцем вот такая шикарная вещь пахнет перчик конечно просто зашибенно по рукой поводили во все разрезики попала по шкуру наша приправка брюшко открыли то же самое голову жабры засыпали перевернули вот такой с розовым перцем офигенский сезончик будет все и убираем его в тазик брюшком вниз сейчас у нас поставлю для того чтобы жидкость лишняя стекала в таз не на рыбу размазывалась а просто сейчас будет соль вытягивать воду из рыбы подвяли темнее данный момент нету времени очень идеально каждом с вечера посадите и уж потом на часов на 5 на 6 про я шумно обсохла сверху ну это уже такой другой вариант правильный а это такой экспресс гость на пороге берем следующего сазанчика опять то же самое делаем неглубокие надрезы потом пойдем полоска можно будет его хорошо делить на порции или когда там будет кушать шкурку снять не кто-то не есть шкурку за здоровьем следит если любит без проблем сниму не мельчите кости это раздевать не нужно так этого опять солим для целью мелкой солью как для обычного пришел эти там жарить дома разрезу все отлично попадает ведь вас брюшка присаливаем также и здесь этого я сделаю кориандр тмин тимьян черный молотый перец сухой чеснок обалденно пахнет смесь вот это вот она у меня всегда в собой если девушка у меня есть это так походный мой чемоданчик на рыбалку для ухи я сюда таскаю в собой на мне машине лежит вот эти специи опять втирается туда пахнет просто фиген и такой лайфхак да когда мы сильно засыпаем его специями рыбу она у нас потом не будет прилипать решетки на которой она будет коптиться за счет того специй в недуге прилипнуть как проверим этот способ обмазываем хорошенько не жареете прям так добром ажа брюшка лавровый листик брюшка можно закинуть лишним не будет все вот такой вот перечно тимьян на розмарин кориандровый сазан пахнет замечательно все эти специи отлично подходит к рыбке так но остальных двух я сделал сейчас еще одного с красным перцем и одного с такими же набором специй вот ароматных будет 22 вида копченой рыбки брюшка перед тем как готовить мы засунем веточки ну скажем смородины классная вещь отлично заходит мне понравилось аромат будет смородина пропитывать или изнутри это чуть позже часа и все основной рыбу подготовлю разожгу костер и мы продолжим пока вот вот такая поведите начинает водичка с них стекает вытягиваться они как бы обезводятся вот если считать подсохнуть и шкурки вообще было бы классно потому что сухая кожи как крышка вся влага будет в рыбе ну ладно сделаем еще получится и я вам покажу пока вот так казан стоит он стоит сбоку не на огне пока сейчас не прогорят чуть-чуть закинул сырые веточки груши годится любая ягодная водово-ягодная древесина ольха годится бук нормально через вишня вкусно казан стоит поставить вот стоит шарабан мне точно такие же веточки сейчас накрою их сверху фольгой шутушку чтобы жидкость жир капали с рыбы на фольгу они на угли чтобы не горели канцероген у нас меньше выделялись огонь прогорит мы не настраиваться так здесь видно у меня есть старенькая решетка от китайской барбекюшки и она отлично подходит диаметру казан вот так вот здесь я буду укладывать рыбку в шарабане там решетка спалясь все сейчас минут 15-20 угли прогорят и будем делать так пока там у нас все прогорает угли настраивается сорвал вот четыре веточки это молодая молодые побеги смородины так у тебя же их маленько помен листики пожанкой ребята аромат на понюхай не хочет просто сумасшедший и сейчас как по такой веточки в каждую рыбку я в брюшка засуну для вкусноты полноты вкуса это все там дело раскроется блин будет просто офигенная фигня таким жидкость посылалась и этом довольно таки много вот так вот сейчас каждую рыбку вот у меня еще три веточки 4 4 веточки также каждую помну и запихаю брюшка попробуйте это будет очень новый уровень рыбы аромат просто волшебный можно какой зелень петрушку нравится укроп укроп еще там кинза да все что угодно любая пахучая зелень заховывайте в рыбку вот если коптим не совсем горячего коптим скорее то шарабан будет приблизительно и будет офигенно так вот сейчас я делаю все положу палочки я поняла фольгу все рыбка у меня обтекла эти уже почти сухая укладываем ее вот так ножа ровню и маленького еще одного ряда положим все отлично сейчас накрываем крышкой сейчас угли подвину под казан нам сильно жар не нужен нужны угли чтобы там ничего не горело а потихонечку потихонечку дымилась томилась будет классно но я второй шарабан поставлю тоже странного остатки углей вот друзья смотри подвину под казан угли я сам еще буквально 5-7 минут он нагреется не прогорят и они будут держать жар недостаточно большой чтобы рыба там сгорела ну как я надеюсь по моим подсчетам должно быть все окей и прям сверху от особенно эти угли я поставлю вот этот шарабан старенький проверенный еще один шарабан стой цифровского бочка отличная вещь тоже работает так что шарабан путь кастрюлю знаю ведро то что угодно можно использовать для этих целей не обязательно заказывать вот такой так сейчас оставлю и засекаем после установки засекаем 20 минут через 20 минут откроем посмотрим и там уже по месту сориентируемся по времени сколько еще чего делать главное температура небе не переборщить не нужно все пламя там прямо офигенная ну чё друзья смотреть огня большого нету и там потихоньку шатлее ну судя потому что из-под крышки выбивается дымок из-под этой из-под этой процесса запустились приготовление копчения запекания такой смешанный процесс не то ни другое и не к общению и запекания ну шарабан и сегодня словом готовится все время пошло через 20 минут на замене посмотрим что же у нас там происходит пока открывать не надо все друзья прошло 20 минут 25 уже даже виде огня как я говорю нету но есть отличные угли вот найти в углях ты потихонечку там все томится то птица готовится су теперь надо знать что сделать открыть опа и этим ты пока как бы маленько сверху важно и выглядит эти неплохо и он хвостик уже кипит прогрелась обсушить ее минут на десять парить еще здесь происходит вот это указал уж тебя запах блин вообще просто бомбический честно отвечаю прям больше ребята красота все даем вы видите он кипит в разрезах видно где спинка там толстовато что мне-то ахвостик он пулькает скворчит все принципе все идет отлично по плану но сейчас на 10 минут оставляем ее в таком состоянии чтобы она обсохла подсохла и потом еще на 10 минут накроем крышкой и уже будем доводить до готовности сейчас она я еще думаю может быть даже маленькой сыроватая хотя хвост и кипятну спинка еще нет все ждем смотрите как получается здесь мы прошло буквально 10 минут достаточно ветерок дует шкурта сверху от плохо даже видно что на зайти посохший такой стал все отлично все накрываем снова крышкой и еще на 10 12 минут буквально и будет готово время вышло на все про все ушло 40 минут ровно смотрим ну как кому как а мне очень жалко вы не чувствуете как это все пахнет видите все кипит вода в спинке вот западная булькает жидкость рыбка полностью пропеклась прокоптилась волшебно посмотрим что в этом шарабане ну а здесь все в принципе то же самое как видите разницы в внешнем виде никаком что здесь шоу казани рыбка получилось просто офигенная класс пахнет петли просто не чувствуете жалко 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 а именно до сих пор не придуманного запахе передает ну рыбы в принципе карп саван общезаступная можно купить и приготовить у себя на даче всяком случае вообще без проблем такую красоту пахнет обалденно и самое главное температурный режим а то мы пока на жарят черноту показывал сгоревшую зачем рыба должна быть вот так вот просто сейчас на мой взгляд она идеальна сейчас я перевожу и на блюдо рядом зелень кину не буду что получилось и но всего вот этого дело вот такая рыба сазан горячего копчения казани казан который кстати всех а лишь он до сих пор пишут комментариях гадость что плохой казан ребят казан отменный все работает все нормально приложите руки и любого говна можно сделать конфетку отгадать и писать комментариях много ума не надо сейчас выкладываю собаки соседского сухаря запах вкусной рыбы заливать тоже хотят все либо смотрите кладем бешевое блюдо укладываем листики достаем сейчас покажу уже результат рыбка маленько постояла еще минут 5 на 7 чуть-чуть подостыла совсем горячую прям стул жара уж не снимать она может развалиться сейчас многие начнут нам пишут кирдык казану личине подобных ребят ничего подобного видите фаргу мы поселили всякая бяка карта вкапала сюда вот что сказано как он остынет горячий без проблем это вот жавчина это натекло то не ржавчина пролилось с фольги жида жида сейчас рыбу вытаскивал чуть-чуть он маленько прилипло бачок один и налил и она быстренько прикипела сюда но я думаю да не критично сейчас у нас ты нет возьму просто тряпку влажную промой его смажу маслом уберу так что смотрите это еще не конец на приготовление в этом казане будут другие видео казан работает нем какой гладкий все я его вообще вообще не мой до этого не мой ни разу готовил уже раз пять или шесть просто там был пучком травы остатки еды вытирал на это то что налило сейчас летом подтереть мука мухая тряпка так пучком травы потом чистой тряпкой протер и все и снова готовим смотрите что получилось красивую привычку о оцените давайте оторвем шкурку горячая рыба нужно смотреть ведь точнейшая рыба вот так ну все друзья на этом и заканчивается видео гости уже сидят за столом показываю снимаю вот так в казане можно приготовить очень вкусный не только жареную вареную там уху лечу ну и горячего копчения рыбку замечательно все просто и сами видите всяком случае что это красиво это факт уверяюсь это вкусно я там прилипла сошли шутки рис уже попробовал но это я пошел кормить за и гостей все друзья кому было интересно и полезно это видео ставьте пальцы вверх кому неинтересно бесполезно ставьте пальцы вниз подписывайтесь на мой канал будут еще интересные рецепты в казане в том числе тем более сейчас лето и горячий холодного копчения рыбу сделать вялить проблематично поэтому будем чуть попить мариновать как не вкусненько будем дальше этим заниматься мне это нравится друзья всем спасибо всем пока